Добрый день, уважаемые зрители! Начинаем наш обзор безиндикаторный анализ основных валютных пар. С вами Кирилл Урдович, менеджер-преподаватель официального партнера Альпари в городе Минске. Для всех, кто нас смотрит, я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в чате. Пишите, что хотите спросить, что интересует. Вижу все ваши вопросы по мере их поступления и пытаюсь сразу же на них отвечать. Если окно чата неактивно, тогда либо авторизуйтесь в личном кабинете, либо зарегистрируйте, если по каким-то причинам его еще пока у вас нет. Сейчас за регистрацию дают, начисляют бонусные баллы Альпы, так что не упустите момент. Также для тех, кто впервые попал на наш обзор, на наши трансляции, я напомню, что мы проводим анализ без использования каких-либо индикаторов. Сложных, запутанных, магических систем и так далее и тому подобное. Смотрим исключительно цену, уровни, определяем баланс на рынке и уже, исходя из этого, открываем сделки, если есть на это какие-то предпосылки, какие-то сигналы. Давайте переключимся на рабочий стол, немножко поработаем. По календарю сегодня день, вторая половина его практически. Сергей спрашивает, куда сейчас евро идет, вверх или вниз. Евро пока в боковике. Сейчас мы доберемся, не спешите, буквально две минуты. По календарю, в принципе, все, что было уже практически прошло. На 17.00 единственное, что новости по США могут как-то подкорректировать. Напомню, что сегодня встреча еврогруппы. Там уже, по-моему, высказали, что не хотят поддерживать обменные курсы, но все же. Давайте посмотрим, как сейчас торгуются валюты, что на рынках происходит, какие идут дела. Что можно сказать по евро? По евро пока ситуация неоднозначная. Заходить, я пока уже присматривался, заходить не было еще возможности, где. Искал, искал точку, пока не нашел. Какой-то конкретики не могу сказать. Ближе к уровню 1.12, если цена опустится, тогда можно уже будет что-то предположить. Пока же наблюдаем и смотрим, собственно, как пойдут дела. Но можно ожидать дальнейшего продолжения снижения. То есть можно ожидать движения похода именно вниз. Есть пока что пары. Единственный момент, что для продаж не самый лучший вариант. 1.12 достаточно сильный уровень, крепкий уровень снизу поддерживает. И поэтому запас хода небольшой. Тут порядка 30 пунктов особо нам развернуться негде. И до следующего уровня сверху весьма и весьма еще далековато. Поэтому я настоятельно рекомендую по евро пока оставить сделки без внимания. Подождать более крепкого, более сильного сигнала пока для движения. Сейчас же, можно сказать, скорее евро в боковике движется, нежели в каком-то направлении. То есть и вверх не идет, и вниз, собственно. Спустилась здесь вниз, да. То есть, ну а дальше, дальше, возможно, опять же продолжить где-то торговаться здесь в боковую сторону. Поэтому по евро пока движения нет, направления нет. А, по поводу закрыть позицию Андрей пишет, да. Наверное, то есть поторопились, но не хотелось, собственно, упускать прибыль. Если бы она была убыточная, то держал бы, наверное, позицию с точки зрения психологии. Вот, ну ничего страшного, в принципе, еще моменты будут. Лучше чуть не додержать, чем потом ее передержать и вообще в ноль или в минус закрываться. Так, Ксения, по поводу Канады. Я пока уже по Канаде прикупился. Вот, думаю, еще можно подождать, но мы дойдем до Канады, так что не переживайте, еще есть время. В общем, по евро пока, собственно, идея присмотреться, что да как, с пылу, жару в сделки не входить. Тем более, я говорю, что сейчас по евро скорее боковик, нежели какое-то движение, поэтому смысл нам заходить в боковик, чтобы терять свои нервные клетки в этом движении непонятно куда и зачем. То есть ждем сигналов, если что-то будет, тогда, я думаю, мы обязательно увидим. Пока же, пока лучше воздержаться. По швейцарцу аналогичная ситуация, только в обратную сторону, собственно, шел он в покупке. Сейчас можно, в принципе, по швейцарцу что предположить, небольшой откат вниз и, возможно, продолжится дальше восходящее движение. Аналогично перевести на евро, если торговать корреляцией, но напомню, что корреляция в последнее время не очень-то хорошо и работает. Евгений совершенно верно пишет, что в чат лучше маленькая прибыль, чем маленький убыток и вообще лучше, чем убыток, неважно. Маленький, большой, средний прибыль куда лучше. Даже с психологической точки зрения, даже один пункт это то, почему настоятельно рекомендуют, например, сделки переводить не в без убыток, а хотя бы в плюс один пункт, плюс один пипс. Во-первых, это на статистике у вас хорошо отражается, можно засчитать как прибыль на сделку. Во-вторых, это очень сильно психологически помогает. Хоть чуть-чуть, но взяли. То есть намного лучше, чем ноль, либо чем убыток какой-то. По швейцарту, собственно, что могу сказать. Пока видим такую зону, собственно, такой вот уровень. И можно предположить, что будет сейчас откат, то есть движение вниз и потом продолжит восходящее движение. Поэтому тоже пока посмотрим, то есть может что-то здесь нарисуется, мол, на разворот. То есть если будет какой-то разворот, тогда будем что-то делать. То есть если же разворота не будет, тогда, собственно, пока будем ждать. То есть пока будем ждать, но склоняемся к тому, что, скорее всего, с того уровня последует какой-то разворот, движение вниз. Идем дальше по фунту. По фунту, собственно, сегодня там статистика выехала, картина один в один, что по евро практически. То есть мой совет пока, собственно, на стрелки не заходить, даже если очень хочется. Лучше понаблюдать по, собственно, по расстановке. Сейчас по картине возможно, что какой-то откат вверх и последует. То есть, в принципе, вот с этой зоны может попробовать цена и развернуться вверх, дернуться вверх. Но, скажем, сильно верить таким движениям не надо. Ждем, если что-то нарисуется серьезно, какое-то разворотное движение. Будем, собственно, пробовать покупать. Сейчас же пока лучше всего опять же постоять в сторонке. Ну, нет ничего интересного. Там мелкие какие-то движения. Я сегодня что-то смотрел, смотрел, но как-то не в духе я на мелочь сегодня реагировать. Ну, не то, что на мелочь, на небольшие движения. Как-то все не то что-то. Вот, поэтому пока что лучше присмотреться, осмотримся, спешить не будем. Вот, собственно, по фунту пока такова идея. Давайте глянем иену, по иене там она к уровню подходила. Что сейчас, собственно, тут цена и нарисует нам. То есть, 120-30 примерно уровень. Цена его касалась уже много-много раз. Что можно предполагать, что можно ожидать. Возможно, что и получится что-то продать. Но, опять же, тоже спешить не будем. Смотрим. Сейчас еще только начался. Смотрим дополнительные сигналы. Если вырисовывается, что цена, собственно, будет разворачиваться, уходить ниже. Будем тогда продавать по стопам. Стопы, кстати, короткие получатся. Тогда все у нас будет хорошо. Если же цена переберется выше этого уровня, тогда можно уже будет говорить о покупках. Пока же, пока, в принципе, можно предположить продажу. Тут вроде бы что-то и намекает нам именно на продажу. То есть, какие-то продажи можно, наверное, сделать. Единственное, что не прямо сейчас по рынку можно отложку бросить немножко пониже по цене. Единственное, что смущает, что дополнительные сигналы, это дополнительные сигналы, Ксения. На разворот. Собственно, смущаюсь. Пока тут 4-х часовик еще в растущей зоне. И пока, я думаю, что лучше подожду. Потому что, если брать тоже, опять же, корреляцию, то не пляшет валюта никак. То есть, желательно не становиться в разные стороны. Я имею в виду, там, покупать канадец, продавать иену, да. Если движение идет, например, за счет доллара. Поэтому лучше так не делать, да. То есть, надо немножко быть осмотрительным. По иене все-таки склоняюсь пока, что пойдем, наверное, наверх. Пока так. А дальше уже смотрим. То есть, отправную точку вам указал, что смотреть и где смотреть, как, да. А вам уже, собственно, надо посмотреть. Потому что не могу я быть в онлайне постоянно. Не могу вам давать какие-то советы и рекомендации. По австралийцам. Австралийц, новозеландец, собственно, сегодня дали роста, да. Подросли. И подросли весьма-весьма неплохо. Но пока что видим этот рост. Немножко уже, собственно, притих. Михаил, доллар-рубль глянуть. Ладно, давайте глянем доллар-рубль только в конце. Сейчас пройдемся по основным парам. У нас время еще есть, позволяет. Поэтому как-то так. Вот. А по австралийцам пока не могу сказать, что тут и как. Возможно, что просто-напросто продолжим движение. Либо же, если такая слабость и будет, то есть цена начнет опускаться ниже 0,70-80 уровня. 0,7-0,8. 0,7-0,8. 0,7-0,8. Вот. Все правильно. Вот. Тогда можно будет уже говорить, собственно, о продажах. И, в принципе, хороших продажах. Пока же. Пока. Советую не торопиться. Не спешим. То есть основной уровень именно здесь. 0,7-0,8. Вот. Что тут сверху немножко, снизу, это пока еще не показатель. Чего-то конкретного здесь ожидать не стоит. Поэтому, собственно, как-то так, что называется. Смотрим. То есть по многим парам в ожидательной позиции. Нет четких сигналов. Есть что-то размазанное. Но чтобы четкий сигнал был, такого пока не вижу. По канадцу, собственно, по канадцу вниз пока не можем пройти. На уровне решил я, что уже пора бы и зайти. То есть 1,31 здесь. 1,31 как раз-таки уровень круглый. И, в принципе, по поведению цены можно смотреть, что пытается отскочить. То есть такой рост был. Возможно, еще какой-нибудь подход будет чуть дальше. Но в целом можно ожидать дальнейшего роста движения. То есть супер глобального движения не думаю, что будет. Но в локальных рамках пунктов 50-70 хотя бы можно взять. Так, Алексей. Есть резон по канадцу дождаться, пока закроется свечка на А4, сформируется пин-бар. А можно и так. Можно зайти повыше. То есть если действительно пин-бар сформируется, и можно, в принципе, отложкой зайти по правилам торговли пин-баров. Но я же думаю, что можно. В принципе, я-то зашел раньше. Ожидал немножко более продолжительное движение. Но зашел, если честно, и как-то посередине. Если раньше, то надо было сильно раньше заходить. И если более, скажем, надежно, аккуратно, то надо было чуть позже заходить. Зашел не совсем, конечно, правильно. Но в целом пока буду стоять, думаю, в этой позиции постоим. Пока подержим. Ну, кто еще не заходил, то есть дождитесь тогда, пока А4. Буквально 40 минут осталось, наверное, 4-х часовика. И будет видно, в принципе, будет там какой-нибудь рост, либо не будет дальнейший. Ну, заход отложкой, естественно. То есть отложкой там выше максимума 1.31.30, естественно, будет вход уже. 1.31.25, 1.31.30 чуть хуже, чем я зашел. Но в целом есть тогда уже, скажем, больше надежности в данном входе. Пока же можно ожидать каких-то откатов здесь небольших. Поэтому не переживаем, что какая-то прибыль в моменте, вернее, убыток какой-то в моменте рисуется. Нормальная ситуация пока. То есть не исключено, что здесь что-то откатит, а потом опять подвинется. Давайте на Возеладис глянем. Здорово, Антокросс. От него такой прыти я не видел. Подошли, собственно, к еще одному уровню. Похоже, как и со встроителем. 0.65. Видите, цена. И пройти этот уровень цена выше уже не может. То есть так безоткатно двигаться не может. Поэтому можно, в принципе, поставить здесь отложку. Стоп нашей отложки будет за максимум. Выставим 65.30. То есть порядка, наверное, 35 пунктов будет. Сейчас поменяем стоп. 0.65.30. Сразу выставим его, чтобы был. Как-то так. Получается 34 пункта, собственно. Стоп. Вполне неплохо. По целям вплоть до 100 пунктов. Да, с прошлого уровня можно будет держать по целям. Да, вот это по новой зелуанце, собственно, такая идея. Думаю, что 0.65 и так очень неплохо цена залетела, забежала. Причем уровень достаточно мощный был, крепкий. Если его цена и перемахнет, двинется дальше наверх, то можно ожидать, собственно, дальнейшего очень и очень крепкого роста. Пока же, пока ждем. Надеемся, что 0.65 цена не пойдет. Будет как минимум откат. И на этом откате попробуем что-то заработать. Ну, вот, собственно, как по канадцу сейчас идет небольшой откат, да, то есть, я не думаю, что это продолжение движения, но в случае, если, конечно, я ошибся, будет очень плохо. Дальше по золоту. Давайте глянем по золоту. Что тут? Нет, не открывается. Что можно сказать пока по золоту? Золото не беру в расчет сегодня. Неясная картина. Евро там в боковике. Золото примерно в таком же боковике и торгуется. Поэтому какой-то сейчас конкретики, какой-то идеи не могу сказать по золоту и не буду говорить, дабы не давать каких-то ложных мнений, ложных сигналов. То есть, по сути, ну, на лицо боковик и что-то здесь в нем ловить сейчас сложно сказать. Поэтому подождем более четкой картины, более явной. Тогда уже можно будет что-то предполагать, что-то уже смотреть. Возможно, что продолжится снижение. То есть, какой-то отказ здесь и попробует продолжиться. Но это возможно. Насколько это будет правильно, насколько вероятно, увидим немножко позже. Предпочитаю я понапрасну не рисковать, особенно в сделках, которые вам показывают. Поэтому будем придерживаться консервативной стороны. И на пиках залазить не будем на гребнях. По серебру, собственно, по серебру тоже росли-росли. Вроде там снизились и опять стоим на месте. Я так понимаю, что на этом рост, это восхождение сегодня вполне возможно, что и закончится. То есть, хотя тут не в КПК с плюсом, еще по доллару статистика, показатели. Возможно, что на сегодня, наверное, уже с ростом будет покончено. Но пока же, пока 15-320, по сути, видим боковик. То есть, какого-то конкретики абсолютно нет. То есть, скорее всего, что 15-330, это 320-330, это предел, который на сегодня у нас будет. А дальше уже будем смотреть, возможно, что по серебру в какой-то веке сделаем сделочку на продажу. И, собственно, попробуем продать серебро, если действительно пойдет шорт, пойдет движение именно вниз. Так, спрашиваю в чате по канадцу, где ставить тейк профиль. Ну, по канадцу, по целям, если движение действительно пойдет, как и мы рассчитываем, то до, собственно, 1.3280, вполне можно ожидать таких целей. Единственное, что сейчас глянем. Ну, можно, можно, в принципе, ожидать именно 1.3280, но это максимальная цель. А, естественно, должен быть у вас еще ряд промежуточных целей, небольших, либо на них фиксироваться, да, вот, чтобы не упускать прибыль, если она вдруг у вас появится. То есть, пока так, ну, собственно, еще до фиксации, до тейков по канадцу далековато. Можно и вниз пунктов ввозим. Да, Светлана, в принципе, как всегда, в точку, что называется. Давайте глянем нефть, по сути, за счет чего, собственно, и канадец-то шевелился, дергался, да, именно за счет нефти. А дорожает, да, в коем-то веке, вау, дорогая нефть, черное золото. Ну, насколько здесь дорожать, я думаю, до 49, и дальше уже смотреть. Не факт, что еще до 49 доскребется, доберется. Андрей, ну, пока зашел, говорю, что зашел не самым лучшим образом, буду стоять. Вам, собственно, сделки, думаю, чуть попозже надо открывать, когда прояснится ситуация, да, то есть, когда, собственно, движение действительно пойдет. Вот, заходил, хотел зайти в начале движения, получилось вообще где-то посередине, то есть, ну, ладно. Пока буду держать, стоять, что мне еще остается делать. Так, Николай спрашивает, как вы думаете, на недельном графике канадец будет укрепляться? Сейчас на недельный график я так далеко не заглядываю, то есть, обычно торгую то, что есть сейчас, то есть, там, день-два, да, но в целом можно предположить, что будет укрепляться, то есть, до 49, ну, собственно, 49, там сверху был уровень, и не факт, что она, конечно, до него доберется, возможно, где-то возле него постоит. Ну, будем смотреть, то есть, пока это просто предположение, скажем, наброска вариантов, знаете, как эскизы набрасывают, то есть, какие-то рабочие моменты, а дальше уже отбирает то, что лучше подходит. Так и я пока какие-то идеи набрасываю, что можно ожидать, к чему надо быть готовым, да, какие могут быть варианты, то есть, там, план А, план Б, вот, а дальше уже, собственно, исходя из этого и торговать, да, то есть, смотреть, что... ücke, да, да, как получается. Собственно, по нефти пока такова ситуация, да, то есть, такие именно идеи, что, возможно, до 49 и попробует подобраться. Вот, а что уже будем делать, да, то есть, на этом уровне с нефтью, когда она до него доберется, дотянется, дотянется, тогда уже будем решать по факту. Пока же движение восходящее, оно уже началось давно, к нему присоединяться неправильно, потому что можем мы зайти на его пике, на его завершение, ну и продавать еще слишком рано. Поэтому поиграем в таких серьезных инвесторов, будем смотреть лучшие точки входа. На самом деле лучше где-то не зайти, чем зайти и потом не знать, что с этой позицией сделать, а займеть себе головную боль. Поэтому как-то так. Просили глянуть еще доллар-рубль, я, если честно, никогда доллар-рубль не смотрел. Но давайте, скажем, всегда надо с чего-то начинать. Так, где он там вообще у нас находится? Нет, не здесь. Он у нас будет, по-моему, в экзотике. Нет, не в экзотике. Вот он рубль. Всегда надо с чего-то начинать, что называется. Давайте посмотрим. Единственное, что 60. Так, большой спред, широкий. Вот. Почему я не очень люблю, скажем, смотреть доллар-рубль? Во-первых, потому что большая политика завязана на этой валюте. То есть теханализ с теханализом, а политика-политика. Это во-первых. Во-вторых, практически полная корреляция с нефтью. То есть почти 100%. И в-третьих, много еще непонятных факторов, плюс не самые лучшие условия для торговли. Ну, спред сейчас 64.99, 65.18. Примерно 20 копеек еще куда не шло. Но учитывая... Так, 7. Где по Канаде тейк? Еще до тейка далеко. Еще в минусе стоим. Вот. Но вообще по целям можно ожидать вплоть до 1.3280. Можно ожидать, собственно... Это такая большая-большая глобальная цель. Возможно, что и на неделю. Но пока будет идти цена, будем промежуточно фиксироваться на случай движения. Пока же предполагаю и думаю, что как минимум в этом коридоре еще проторгуемся. То есть ниже, я думаю, что не пойдет. Цена не допустит. Давайте вернемся к рублю сейчас. Закасаем рукава и подумаем, что можно с рублем чуть-чуть ниже вашего стопа цель по Канадцу Светлана. Светлана торгует в продажах Канадца. Ну что ж, хорошо. Посмотрим, чья возьмет. Я не исключаю, что могу я ошибаться. Поэтому я выставляю, собственно, стопы там, где я их выставляю. Так, Андрей, с некоторых пор я тоже перестал думать, а как там будет. Действуем по факту здесь и сейчас. Совершенно верно. Незачем голову ломать будет, не будет. Мы все равно это не сможем даже и доли процента предсказать, предугадать, рассчитать, что будет дальше. Смотрим ситуацию на текущий момент. Если есть что-то, если есть сигналы на вход, есть, скажем, предпосылки, есть возможность. Все, заходим, смотрим возможные цели, возможные стопы. Если нет, то абсолютно бесполезно нам предполагать. То есть мы не аналитики, а нам здесь прогнозы писать не надо, потому что прогнозы, они исполняются 50 на 50. То есть вероятность такая прогноза может исполниться, может не исполниться. Если брать совсем уж в большом промежутке времени, то практически всех аналитиков именно такая и проходимость этих прогнозов, не более того. А нам, в принципе, абсолютно не интересно, где цена будет через неделю, через две недели. Нам надо зайти сейчас, там заработать и выйти. То есть мы лучше пять раз зайдем, выйдем, чем мы будем сидеть и ломать себе голову. Так, касаемо рубля. Михаил ожидает 64 рубля. Оптимистично, конечно, патриотично. Но сейчас посмотрим, насколько это себя оправдывает. Тут какой-то, собственно, даже уровень 65 стоит, цена 65. Я не думаю, что ниже 65 цена, собственно, и пойдет. Вот видите, нефть зашевелилась и пошел, собственно, рубль укрепляться. Что бы там ни говорили, конечно, но налицо называется. 65. В общем, давайте так тогда поступать. Прогнозы кидать не буду. Идея, план действий вообще. Если цена 65 начинает разворачиваться, то вполне вероятно движение вплоть до даже вот этого гэпа. То есть вполне вероятно. Собственно, что здесь и будет. Если же, скажем, цена продолжит снижаться, продолжит укрепляться рубль, тогда можно, собственно, от уровня этого 65 рублей придумать шорт. То есть зайти в продажи по целям, конечно, до 64. Прошлый минимум, который был 64.50, 64.60. Это более вероятная цель. Либо же 64.50, чтобы тоже закрыть прошлый разрыв. То есть можно как бы так как-то трактовать. То есть примерно такие цели. До 64.00. И причем ровно. Не думаю я, что так уж он дойдет. Слишком оптимистично. Скорее всего, по рублю вообще будет что-то наподобие вот этого, с тенью вот этой фигуры. И продолжит, собственно, он назад вернется в свой диапазон. То есть видите, по сути рубль сейчас держится 65, 66, 67 практически. Ходит, напоминает очень сильно график нефти. Можно практически наложить и смотреть корреляции. Но пока идея такова. Если, собственно, опустится чуть пониже, то есть глобальных снижений не вижу. То есть максимум 64.50, наверное, это то, что укрепление. И возможно, что потом пойдет цена дальше-обратно. Сделают либо пин-бар такой, либо просто тень пустят какую-то и дальше проторгуются. То есть это мое мнение, моя идея. Могу ошибаться. На такие рубль, понятно, что надо немножко долгосрок смотреть. На долгосрок тяжеловато. Я обычно люблю как. Если есть сигнал на рынке, все, по коням позицию и пошли. Если нет сигнала, то что-то придумывать, конечно, мне тяжело. Не исключено, что попробуют и вовсе просто с 65 развернуться сейчас даже почти на месте. Не исключаю и такой момент, что называется. Вот это что касаемо по рублю. Глянем, что-то канадец совсем уж расшалился, хотя всего лишь 10 пунктов еще у нас проседает. То есть пока-пока смотрим, что можно. Вы смотрите, снижается, но пусть пока снижается. Запас у нас хода есть. И поэтому, собственно, пока стоим. Я думаю, что есть смысл стоять. Пока что выпрыгивать не буду из позиции. Посмотрим, насколько я был прав, насколько я был неправ. То есть как-то резко он пошел, ладно. Вот такой, собственно, обзор на сегодня. Глянем еще евро. Что там у них? Неужели они так в рост пошли все? Да не особо. По фунту тоже не особо. Единственное, что смущало иена, да, с ее продажей иены, возможно, что и получится, собственно, ее продать. Да, то есть, возможно, и по иене. Вот, выпрыгнуть не получится. Ну, можно просто-напросто срезать позицию, закрыться, с 0.1 посидеть, а потом добавиться. То есть вариантов много. Буду думать сейчас, что и как, да. Вот, собственно, такова идея сегодняшнего обзора. Такие мысли. Хотел, собственно, посовещаться с аудиторией. У нас намечается клубный день. Собственно, надо подготовить. Кому что интересно, какую тему хотели бы обсудить, на что пролить свет, собственно, в чем разобраться. Только не спрашивайте про мою торговую систему. В целом, там, про рынки, не знаю, про money management, про риски. То есть кто что хотел бы услышать более подробно, там, ошибки трейдеров, какие надо делать, какие не надо. Волновой анализ, не практикую такие техники. Я в целом в общем, да, что-то такое. То есть не какую-то конкретную тактику. Хотя можем и разобрать, собственно, и волновой анализ, если что-то есть. То есть психология. Давайте я вам оставлю почту. В принципе, почту, наверное, все знаете. Пишите, кто бы что хотел, собственно, услышать, увидеть. А я уже сделаю какие-то выводы и соберу, скажем, по заявкам трудящихся, как говорят у нас раньше. Говорили точнее. Сделаю, собственно, клубный день, проведу. И уже будет, скажем, чтобы интересно было не только мне, да, но и вам. То есть что-то рассказывать, чтобы я не навязывал свои точки зрения, точки мнения. Короче, вот мой e-mail, мой адрес. Пишите, кто бы хотел что на клубном дне узнать. О чем, скажем, про что подробнее рассмотреть. Я посмотрю, выберу наиболее интересные моменты и, собственно, их освечу. Либо можем сделать каким образом. Если есть кого-то вопросы, набрасывайте свои вопросы. То есть желательно там более-менее развернуты. Я просто на клубном дне, скажем, проведем срез вопросов. Что интересует трейдеров, какие вопросы их беспокоят. И, собственно, думаю, будет интересно. Сделаем такой живой интерактивщик. То есть ответы, по сути, на вопросы трейдеров. Кому чего не хватает, не достает, у кого какие ошибки. В общем, бросать свои идеи на e-mail я постараюсь все это учесть, собрать в единое и уже запустим такой клубный день, чтобы было всем интересно и было, что самое важное, полезное. А любовь и деньги интересуют только Светлану. Интересный момент. Я бы высказался, конечно, у нас уже время заканчивается. На этом все. Всем хорошего дня. Клубный день намечается на 23 октября. Это пятница в 18.00 по времени. Желательно заранее, чтобы я мог подготовиться, что-то придумать, чтобы было, конечно, интересно. Вот, собственно, такие идеи, такие мысли на сегодня. Будьте осторожны. Понедельник очень коварный день. Дальше смотрим завтра. Встречаемся в 11.00 с утра и смотрим, что у нас получилось с канадцем, не получилось, каковы причины и посмотрим, как торгуются кроссы, как торгуются основные валюты. Всем хорошего дня и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!